Музыка Здравствуйте мои дорогие любители всего интересного в замечательных видеоиграх. Итак, сегодняшний выпуск пасхалок я решил посвятить не совсем игре, а полноценному дополнению для игры Assassin's Creed 4, а именно дополнению Freedom Cry или Крик Свободы, которая добавляет отдельную сюжетную линию, в центре которой бывший квартирмейстер Галки, легендарный Адэ Вали. Данная DLC была разработана и издана той же, как и сама игра компании Ubisoft и вышла в декабре 2013 года. Ну и давайте же поищем все интересное в этом небольшом дополнении. Итак, начнем. И первое, что очень сильно опять бросается в глаза, так это то, что наш главный герой, член Братства Ассасинов Адэ Вали, как впрочем и все остальные герои серии игр, имеют отметину на лице, а именно шрам на губе. Лишь однажды этот шрам отсутствовал у главного героя, и это было в третьей части у Конора Кенуэ, но вот все остальные как-то не смогли обойти его стороной. Путешествуя по морю, мы можем наткнуться на несколько необитаемых островов, на которых можно обнаружить кое-что интересное. Так вот, попав на один из них, можно найти выложенную из досок надпись на берегу, а именно написано там слово «Помогите». Причем на самом острове никого нет, и даже человеческих останков. Видимо, людям, которые это написали, все-таки помогли, и им удалось выбраться с этого чертового острова. На еще одном из островов мы видим совсем интересную картину, а именно выбросившегося на берег белого кита, Моби Дика. А еще что интересно, выбросившись, он своим тяжелым телом придавил несколько, ничего видимо не подозревавших, пиратов. А может это вообще были китобои, которые как раз-таки охотились на этого кита. И тем самым он решил отомстить перед смертью за свои множественные шрамы от гарпунов, что конечно же очень печально. Идем далее, и переходим к одной интереснейшей пасхалке. Приплываем на место крушения корабля и спускаемся под воду в колоколе. И что мы там видим, что под водой лежит знаменитая галка, на которой покорял карибы сам Эдвард Кенуэй, легендарный корсар и гроза всех морей, а также главный герой Assassin's Creed 4. Что же такое произошло, что неуязвимый корабль оказался на морском дне? Очень жаль, как же было приятно бороздить морские волны, плавая на галке, под руководством великого капитана. Первый корабль, капитаном которого я стал. Ну а на сегодня это была последняя пасхалка, кому понравилось мое видео, не забываем поставить лайк и подписаться на два моих канала с игропасхалками и кинопасхалками, а также вступаем в мою группу ВКонтакте. И под видео оставляем свои замечательные комментарии, которые я с удовольствием прочитаю. Ну а на этом все, до скорой встречи мои дорогие друзья, пока! Субтитры создавал DimaTorzok